Приветище! Это Зельда, Слезы Королевства. Рядом со мной стоит Тюлин, который будет теперь моим верным помощником в бою. И сейчас мы направляемся с тобой вон туда, походу прямо в центр этого вихря, создающего эту непогоду. Ну что, Тюлин, погнали! Поможешь мне? Мне нужна твоя сейчас помощь. Я вот лечу. Тюлин, поддуй... А, нет, не надо, я тут сам справлюсь. Можешь не дуть мне ветер. Короче, Тюлин обладает силой... Некоторые говорят, что Ривали... Ну, у Ривали другая способность была. Она позволяла нам подниматься вверх, а Тюлин нас как бы вперед толкает больше. Также очень много было комментариев о том, а где же чудища? Куда их дели? О, сундучок. Так вот, насчет чудищ. Куда они делись? Это на самом деле огромнейшая загадка. Ведь я пошел узнавать все это дело в интернете, и оказывается, что разработчики вообще не упоминают в «Слезах королевства» про чудищ. Куда они делись и что с ними стало? Ходят очень много догадок, но это всего лишь догадки от фанатов, что Зельда, после того, как закончились бои с Гананом, разобрала этих чудищ, чтобы окончательно освободить души героев, которые были заточены в них. Но напоминаю, что это опять-таки же только догадка. Я считаю, что про чудищ специально ничего не говорят, чтобы выпустить DLC по ним. Либо они оставили их для затравки в следующей части. Значит, смотри, какие у нас варианты есть. Нам нужно прямо на самый-самый верх. Мы можем пробраться вот по этим обломкам, либо вон там вот есть воздушный шар, и использовать его как-то, чтобы подняться наверх. И я, наверное, больше к воздушному шару. Сейчас, короче, смотри, что сделаем. Кавабанга, пацаны! Неожиданное появление с неба! Ну как вам, понравилось? Сейчас я еще размотаю вас тут едиными своими штучками. Готово! О, еще один остался. Спасибо, Тюлин, ты меня выручил. Я не трачу свои стрелы, это очень выгодно. Я видел, что у свиней было оружие мечи-сосуля. Хочу взять его. Вот он, смотри! Ну это, кстати, грозно выглядит. Мечи-сосуля, еще и звучит как. Пойдем теперь на боевую технику нападать. Они тут с дубинами, между прочим. Минус один. Поэтому попадем в глаз ему, прям вот-вот-вот-вот, не наклоняйся. Тихо-тихо-тихо. Черт! Не вышло. Ой, у него еще я в немед! Он мне лук поджег. Иди, я тебе затушу. А им интересно, лед как бы. Им пофиг на лед. А нет, смотри! Как он поехал? Куда он поехал? Слышишь, сомбардист? Вернись! Опля! Черт, не получается его заморозить. Да ну, елки-палки! Повыдочка номер два. Сейчас я только отожрусь в этот раз. С полным хп на них налечу. Ну что, ребята, вы готовы? Вы готовы всю ярость Линка на себе ощутить? Давай, давай, не подведи меня, мой прицел. Прям в глаз ему. Да елки, он опять туда-сюда своим глазом. О, получилось. Минус один. Не трогай меня. Своей зажигалкой. У него на щите этот... Ага. У меня, короче, лед отвалился с меча. Но этот меч обладает витряными свойствами, и я его сдуваю. Он даже встать не может. Ну, все, ему уже, в принципе, не встать точно. И вот он, воздушный шар. Все ради чего затевалось. Есть платформы, на которых я сейчас костер просто разожгу, и мы все это дело поднимем в воздух. Теперь берем дровишки. Я думаю, одной вязанки нам хватит. Главное, вовремя подкидывать дрова. И как бы, и все. Кладем. Блин, дрова плохо кладутся. Сейчас я их прям разверну, и вот так вот там поставлю. Они должны там лечь же все-таки. Во! Теперь кремень. Сейчас стою сюда. Отлично. Что, летим? О-го-го-го, летим. Нормально все. На всякий случай, давай-ка я дровишки возьму в руки, а то мало ли. Главное, их не поджечь нафиг случайным образом. Давай я их вот сюда положу. Ай-ня-ня-ня-ня-ня. Нет, нет, нет. Не надо сейчас сжечь дрова. Мы, кстати, неплохо поднимаемся. Очень так уверенно, я бы даже сказал. Знаешь, что самое печальное? Самое печальное, что когда дрова сгорят окончательно, они просто вот так, пух, и исчезнут. И я полечу вниз. Я даже ничего не успею сделать. Но я надеюсь, что такого не произойдет сейчас. Слушай, я на самом деле дико рад, что я на воздушном шаре поднимаюсь, а не вот по вот этим вот руинам. Прям очень хорошо. О, там опасность. Ты гляди, что там наверху происходит. Они сейчас будут меня закидывать своими вот этими снежками огромными. Летучие демоны. Ну, ничего, ничего. Сейчас я их опережу. У меня две стрелы есть, и этого достаточно будет, чтобы их сбить. Вот они, наши глазики. Что, полетели. Есть попадание. И во второго. Последняя стрела. Ай, хорошо-то как, а? О, там Геоглиф, кстати, есть какой-то. Я, возможно, его уже видел. Этот Геоглиф, а возможно и нет. Значит, вон там наверху вижу какого-то чилика. Это Рита. Что, полетим туда, наверное, к нему? Или еще повыше поднимемся? Не, пойдем поболтаем с ним. Дружище, толкни-ка меня. Базиба. Что, делаем в ставке? Как далеко улетит наш воздушный шар? На самом-то деле, очень далеко он летит. Там вот святилище вижу. Вот бы увидеть, что происходит там внутри. Да это же Тюлин, собственно, персоной. Я задумался и не сразу тебя увидел. Но если ты здесь, то это значит... Да! Мне разрешили отправиться на разведку. Отлично. Я как раз думал, что тебе это было бы под силу, Тюлин. Мы уже давно восхищаемся тем, как ты умеешь создавать порывы ветра. Готов поспорить, что среди всех Рита только ты и сможешь пролететь через облака и все исследовать. Покажи, на что способен. Буду ждать новостей. Спасибо. Мы с Линком не подведем. Ну, поехали. Не будем же всех подводить, да? И ждать заставлять. Для чего вот эти блоки? Я не знаю. Возможно, для того, чтобы повыше взобраться и с них спрыгнуть. Давай, наверное, так и сделаем. Можно, кстати, даже по-другому сделать. Сейчас я тебе покажу, как я хочу. Не упадет? Нет, держится. Значит, смотри. Чтоб нам меньше было лететь и карабкаться. Я вот максимально его вверх сейчас подниму. Теперь опускаю. Взбираясь на него. Реверс. И вот сейчас, как только мы поднимемся. Все, полетели. Давай, 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 давай. О, отлично. Хорошо, что это вышло. Что, теперь наверх? Ну, поползли. Это, конечно, тяжеловато будет. Знаешь, что я думаю? Я поставлю переносной казан. Во. И сразу загорелся. И сейчас мы с тобой цепких жаб здесь пожарим. Чтобы сделать блюдо шикарное. Вот, цепкая квашка. А погоди, у меня же еще ящерица была цепкая. Ящерица по скользким поверхностям взбирается. Это не то. А, ну и цепкая квашка тоже по скользким поверхностям. А прыть лягушка просто позволяет быстрее передвигаться. Блин, что-нибудь цепкой... Вот, подожди, еще ящерица есть. Прыть ящерица. Вы получите зелье скорости. Не то. Не то все. Ладно, раз такие дела, и мы все равно поставили казан, надо же что-то приготовить. Давай ящерицу с травой и солью. О, сомнительное блюдо получилось. Ну вот. И казан еще... А, он одноразовый вообще. Да. Поставил казан, потратился. Еще и сомнительное блюдо какое-то сготовил. Ну ничего, я думаю, что у меня хватит силенок туда взобраться. Вот сейчас бы силы ревали, они бы тут как раз подошли. Но это, если честно, я уже губу сильно раскатал. Не зря я на самом деле две капсулы выносливости взял. Она вот прям... Я как чувствовал. Мне прям тут это пригодилось. Так, ну вот мы наверху. Теперь нам туда. Ну а дальше мне в помощь будет этот. Ну я тут, в принципе, без тебя тюльно справлюсь. А тут нам в помощь телепорт. Портируемся наверх. Опля. Теперь можно просто вниз спуститься. Я ничего не пропускаю, надеюсь, ценного. Там сундуки, все такое. Корабль, ты глянь. Какой викингский корабль. Линк! Я видел принцессу Зельту где-то здесь. Но теперь... Куда же она пропала? Хм... Что это такое? А это не тот ли летающий корабль, про который песни поют, а? Что это? Подожди меня. Не торопись. Гляди-ка. Это корабль. А? Сюда. Сюда. Я здесь. Что это за голос? Он сверху раздавался. Оооо, смотри, в облаке! Что это большое такое? Это тоже корабль? Все выше и выше. Там много летающих кораблей. Прямо как... Взмыли кораблики вверх и с собой забрали Бога обратно домой. Великий ковчег Рита в дар получили. Задули ветра. Рита крылья раскрыли. Как в песне о крылатом ковчеге. Точно! Все как в той песне. Линк! Ты же тоже слышал странный голос. Сюда. Я здесь. Я не ослышался, я уверен. Как будто голос звал нас туда. Ладно. Кажется, здесь нет ничего, что помогло бы нам узнать, где же сейчас принцесса Зельда. Возможно, она направилась к тому кораблю. Ага. В общем, Линк, попробуем туда добраться. Ну, пошли у нас. Других-то вариантов нет. Я вот подумал, раз он левитирует. Может, мы его как-то сможем наверх поднять? А походу, нам только через него и надо, слушай. Мы сейчас... Смотри, у него сверху есть тоже парус. И мы можем на него запрыгнуть, по всей видимости. Может, он будет работать как батут. И нас наверх закинет. Сейчас посмотрим. Опля. Ха-ха, точно! Он сработал как батут. Давай тогда сюда сейчас направимся и отметимся возле святилища. Интересно, разобьется лед, если я спикирую вниз. Оу, это было больновато. Я прямо на камень приземлился. Вот что значит, не надо прыгать в лед. Но, тем не менее, я нашел здесь сундук. Стрела. Блин, хорошо. Это прям отличная находка, учитывая, что у меня нет стрел. Я все потратил давным-давно. И ранее я забыл их купить просто, когда был в деревне Рита. Нам туда надо будет забраться. Сейчас сперва только в святилище сбежим. Светилище Майя Умэ Киса. Название этих святилищ, ну, просто язык сломать можно. Сила прыжка. Что, неужели мне тут сейчас будет... А, друганата моего нету здесь. Тюлин сюда не смог зайти. Хм, странно. И чего, и... Как? Как здесь быть? Я не знаю. Может быть, у меня тут... Там корабль, кстати, смотри, стоит. Обалдеть. А как туда пройти-то? Ёлки-палки. Здесь ничего нету. Сила прыжка. А, мне, наверное, знаешь, что нужно? Здесь пружины нужны. Чтобы наверх взмыть. И тогда все откроется. А без пружин делать тут нечего. А их у меня нет, потому что я еще конвейер такой не нашел. Поэтому выходим. Ну, чего. А давай тогда мы сейчас вот отсюда попробуем прыгнуть. Я надеюсь, что сил Тюлина нам хватит, чтобы туда долететь. Это, конечно, маловероятно. Ну, ладно. Давай попробуем. Рискнем, как говорится. Давай, Тюлин. В принципе, вообще на изи. Слушай. Сдувает мальца влево. И заметили. Но не страшно. Вот так. Шикарно просто. Теперь нам туда надо будет? Или... О, пойдем подеремся. А то мне скалолазить уже надоело. Дружочек. Я сейчас могу его ветром сдуть. Потому что меч-то у меня ветряной. Но все-таки я его сейчас заморожу. И он покатился. О, вот это комбо. Тюлин, ты красавчик вообще. Мы с тобой сработаемся однозначно. Все, он улетел, в принципе. Как я и хотел. Сбросил жестяную банку эту вниз. Тюлин, тут как бы... Снова нужна твоя помощь. Мы вообще в правильном направлении движемся? У меня... Вот здесь вот значочек висит. Ладно. Нам только наверх. Дорога только наверх. Поэтому... Идем по руинам. Других вариантов вообще нет. Отлично. Еще один корабль с батутом. Как высоко. Как хорошо-то. Давай-ка немножечко подальше пролетим. И на башку вот этим вот роботам упадем. Или можно даже их облететь. И нам нафиг не нужны на самом-то деле. Вот тут спрячемся. Тут грибочки заберем заодно. Вот. О, там сколько сосуль-то. Ёлки-палки. Ёлки-палки. А там, кстати, удачное расположение. Короче, можно сбить эти сосули и телепортнуться наверх. Скорее всего, нам так и надо сделать. По-другому. Ну, мы можем либо здесь залезть еще. А там, смотри, ледяная глыба. Нам, короче, только туда. Пойдем спустимся. И просто-напросто телепортнемся. Если мы сможем, конечно, сбить. А мы должны это сбить. Ну-ка. Сейчас попробую. Так прокатит или нет? А, ну и вот и все. Даже сосуль сбивать не надо. Наверху. Че-то в меня камни кидаешь. И попал. Ёлки. Что за подстава? Дружок, я снова здесь. Он в меня опять камень кидает. Но в этот раз все успешно прошло. Он потерял свою дубину. Надо быстрее. Быстрее его дубасить. Ну, дубасить с таким мечом здесь невозможно. Потому что они просто улетают. Это насмешка просто. Я свой казан израсходовал. И они такие, ну ладно, раз ты израсходовал, держи три. Так уж и быть. Блин, а наверху-то это глыба льда. Придется все-таки сготовить цепких лягух. И взобраться по скользящей поверхности. Так будет самое простое. Выбрасываем газан. Газан, да-да-да. Газуем в газане. И готовим цепких лягух. С чем будем готовить? Я вот даже, честно, не знаю. С луком, наверное, давай. Может, получится какое-нибудь блюдо. Блин. Бьющаяся посуда означает, что блюдо не получилось. Ну, елки-палки. Нужно грамотно подобрать ингредиенты к этим всем лягушкам. Давай, короче, в этот раз золотое яблоко сюда еще шлепнем. И посмотрим, получится, чего у нас тут нет. Блин, сомнительное блюдо опять. Да елки-палки. Ну и фиг с ним. Надо где-то найти рецепт, как из лягух готовить нормальные блюда. Я вот, честно, даже понятия не представляю, как нам забраться туда наверх. Я, конечно, сейчас попробую с этого откоса туда улететь. Но я чертовски сомневаюсь, что нам этот откос поможет как-то. Вот этот вот, который надо мной. А я еще и на него, смотри, забраться-то, ну, телепорнуться не могу. Подожди, есть идея. Давай-ка мы вон туда вот слетаем. И вот по тем областям сберемся. Может прокатит? А как я наверх до лечу? Как вот ты наверх до летишь? О, там голем ходит. Ё-моё, круто. Это круто. Есть одна мыслишка, кострище развести. Кидаем, ударяем. Сейчас шишечку сюда закинем, хайрульскую. Она как пламя нам тут устроит? Я как взлечу? И все, вопрос решился, но не до конца. Надо бы еще повыше, наверное. Туда-то я точно не долечу. Снова кидаем все. Опа, полетели. И сейчас твой выход будет, Тюлин. Врубайся. Черт, неужели не долечу? Да должен долететь. Должен, должен. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Бокоблин БГ-1. Сейчас будем его разносить. Давай отведаем сомнительного блюда. Надеюсь, я не переблююсь с него. Возьмем нормальное оружие против такого бугая. Врубаем, значит, наши комбики НС. И погнали. Черт, черт, черт. Не сдавайся. Да, спасибо. Я там просто увидел сундучок, но потом его вытащу, думаю. Надо опять пожрать что-нибудь. Давай-ка скорость. Давай вот, у меня блюдо на скорость. Я быстрее бегать буду. Понеслась. Через ноги. Через ноги, через ноги. Ага, вот ты где. А ну иди сюда. Дубасим его. Понеслась, жаря. Давай, Линк, что стоишь-то? Кнопку зажал, а он что-то не дубасит его. Блин. Нехорошо вышло. Давай сердце возьмем. Эх. Ну что ты, где ты? А, вон он. Вон он, вон он, вон он. Ой-ой-ой. Прям вот. Все одно сомнительное блюдо съедаем. Так. Сейчас я тебя достану. Я прямо на тебя залезу. И через верх. И все. Вот это нафиг выкидываем. Оно тут не нужно. А вот это вот. Он меня хочет скинуть, смотри-ка. Ха, чертяка какой. И куда ты теперь спрятал? Вон он, увидел. Это что такое было? Что за подрывы? Черт, не попал. Не попал. Бежим через ноги. А-а-а. Ух. Успел. Успел пробежать. Я у него там какой-то блок вытащил. Вот, еще один вытащил. И вот, теперь вот этот. Эй-эй-эй-эй, быстрей. Миштяк. Морозной силой, дубась. Молодец. Ну. Хорошо вышло. Так, еще разочек его ударить надо. Ух, как глубоко-то. Ух, как глубоко-то. Есть попадание. Отлично. Сейчас вытащим. Получай. Эй-эй-эй-эй. Нифига себе, смотри, какая тут мощная будет дубинка. В прошлый раз поменьше было, по-моему. И там еще ракеты мне дали. Вообще шикарно. Старая карта. Очень старая карта. На ней отмечено какое-то место, чтобы там могло быть. Хм. Надо будет сходить посмотреть. Ракета. Первые мои ракеты, которые я забрал. Так, значит, что у нас тут есть? Крутая дубинка. Это занаровская же штука, да, получается? Если я объединю с занаровым мечом, то будет мега-дубина. Вообще, капец. Какая мощная. Ну-ка. 19. Ну, ладно. 19, так 19. Пойдет. Я думал, будет сильнее, мощнее. А вон кораблики наши. Опа. Я бы сейчас не нагнул камеру. Ну, в смысле, не наклонил. То я бы не увидел эту пропасть и полетел бы вниз. А лететь я тебе хочу сказать. Ох, ох, ох. Как много. И Тюлин навряд ли бы смог меня обратно сюда поднять. Да, высоковато я, конечно, забрался. Высоковато. Вот этот подъем, он напоминает мне какое-то испытание. Из ботвы. Но я пока не понимаю, какое. Вот тут сто... А, ну все хорошо. Я честно боюсь прыгать куда-то. Вот серьезно. Вот здесь вот мы применим телепорт и полетим наверх. Любой неверный шаг ты летишь с этого обрыва нафиг. И все. Все по новой. Это же капец. Сколько поднимаешь. Сколько времени. Получается, мы возле корабля вылезли. И очень здорово. Но можно еще куда-то выше подняться. Смотри, вон там. А, стой. То есть я сейчас буду прыгать в бетон. Ну, в смысле, в камни вон в те. Давай посмотрим, что произойдет. У меня в лепешку, что ли? Да я не могу пробить своей башкой вот это. Хорошо, сейчас мы ударим туда. Есть удар. Не попал. Давай-ка другую палку возьмем. Подожди, подожди, подожди. Вот эту вот. С ней все прокатит. О, бля. Не допрыгнул? Да елки, палка. Не получается, слушай. Во! Вышло. И смотрим вниз, где мы вообще находимся. Ага. Походу, теперь нам вон туда. В лед падать. О, а там что? Стой, 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 стой. Стой назад, назад, назад. У меня тут идейка созрела. Есть хорошая идейка. Ну, во-первых, у меня три стрелы. Не буду рисковать. Автоприцеливание. А что ты раньше-то не стрелял, дружочек? Перна-то. Оп. Отходим. Спасибо, что он еще из-за меня собрал эти припасы. Круто! Вот этого пристрелишь. Ты видел, как он стреляет в него? Он, короче, лапами стреляет. Ну, как бы логично. Он же своими перьями, ручками машет, чтобы лететь. Ты их подбил, а сможешь собрать эти? Ингредиенты с них. То есть, с первого ты собрал ингредиенты, а с этих не хочешь? Ты что, обленился, что ли, тюлин? Я тебе за что зарплату... А, ну ладно, я тебе не плачу зарплату. Переходим вон туда. Хочу, короче, подорвать вот это все дело. Бомбоцветно цепляем. И прям... Ой-ой-ой... Надо подальше когда-то... Или повыше, или даже не знаю. Попаду, не попаду. Ну, давай вот так вот. Ах, хорошо! Два зуба осталось ледяных. Два клыка. Теперь мы, короче, прыгаем вниз. Сейчас будет вообще нормально. У-ху! И полетели туда. Должны залететь. Прям вот... Даже выше взял. Точнее, выше прыгнул. Мы здесь. Тут сундучок нас ждет. Что-то в нем должно быть цельное. Может, костюм? Стрелы! Игра знает, что мне нужно. Это самое необходимое сейчас для меня. Спасибо и за стрелы. Игра, я тебя люблю. И надо бы прикрепить вот это вот куда-то. Это же можно прикрепить, правильно? Она такая большая сосулина. И куда же? Давай вот на этот меч. Крепись. Вот, здорово. Теперь у меня снова ледышечка есть. Вот еще сделаем меч-ледышечку. Он очень полезен, этот меч. Так что пригодится. Давай, короче, съедим скорые сочные грибы и прибавим к скорости. Вот смотри, я сейчас бегаю вот так вот. Я просто хочу посмотреть, насколько мне эти грибы прибавят к скорости. Ну вот, примерно мы посмотрели, как я бегаю, да? Быстро их съедаем. На две минуты. Оу, нифига себе прирост! Ничего себе! Вот это не труха! Прям очень ощутимо. Ладненько. Теперь мне надо вот сюда спикировать. А, тут уже разбито! Точно, сюда глыбы льда упали, и они разбили вот эту вот ледяную тарелочку. Куда мне дальше-то? Ну, явно не назад. Хорошо, значит, нам вперед. Снизу там ничего интересного нет? Вроде нет. Давай-давай-давай, ветер-ветер-ветер-ветер полетели. Э-э-э, я здесь. Я почти до солнца достал. Слушай, рукой вот подать. А я шучу. Я же все-таки не в космосе, я в стратосфере где-то летаю. Вот здесь опять ледяная тарелочка, которую надо разбить. Опа! И еще выше. Тюлин, давай-ка стреляй! Не расслабляемся. Это нас сейчас тут собьют. С моего парапланчика. Делаем так. Ух, на край! Это было близко. На край приземлился. Очень не рискованно с моей стороны. Смотри, мы подлетаем вон к той глыбе, которую мы только что пробегали. О, бля. Так, хочу посмотреть, там ничего у нас не было. Там просто фонарь, да? И тут тоже просто фонари. Сверху ничего интересного. А здесь прям какой-то алтарь, что ли? Алтарь рыбин. Это лосось какой-то, да? Возьми, возьми, лосось возьми. А, форель. Ну, форель тоже лосось, так что я был прав. Можно приготовить еду. Здорово. Но я не хочу готовить, честно сказать. То, что я хотел приготовить, у меня не вышло. Хреново из меня повар. Бежим дальше. Угу. Бежим дальше. Теперь хочу посмотреть вниз. Мы как раз где-то... Вон там ничего нет на ней. Не, вроде нет. А моя скорость закончилась. Две минуты прошли, и все. Я теперь снова стал медленный. Короче, на вот этой глыбе, куда я хотел залезть, тут ничего нет. В принципе, на нее не надо, видимо, лезть было. Ну и хорошично. Что-то там пернатые. Точнее, это не пернатые, это мыши летучие. Или, как я их ранее назвал, жабы летающие. Что-то квакают там. Я так и не понял, что это за создание. Откуда они вообще появились? А, их вон, мехи ломают. Воюют с ними. С этими жабами. Ну и хорошо, я сейчас со стороны просто посмотрю, как они отбиваются. У них все равно лук. Стрелы есть. Нету даже на руку. Давайте, воюйте шустрее. Долго же они будут. Так, еще одного убили летающего. Все, я думаю, что можно к ним подлетать и биться. Я сейчас подкрадусь. Подкрадусь лучников первым делом. Привет. Он даже меня не видит, слушай. Ой, ой, ой. У меня там бомбоцвет на щите. Если его по нему сейчас ударят, то это будет кана. Ух, вот это да. Вот это я убернулся. И удачно. Вот это комбо. Ты видел? Стрела подкинула его вверх, а я его дубиной добил. Вау. Слушай, Тюлин, мы такие комбо можем с тобой мутить. Дрим Тим Йокарный. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что... Подумал, что... Вот так вот сейчас сделаю. У-у-у. И прицеплю сейчас на щит ледяную шипышку. Шип сделаю ледяной. Почему бы типа и нет. Получилось? А, блин, вон как сделалось. Эх, я думал, шип будет торчать вперед. И щит будет шипастой, урона. Не получилось. А вот это какая сосуля, да, здоровая? Ух, мощная. Ну все, бежим дальше. Нам тут совсем... Оу, что происходит? Я падаю, елки-палки. Я падаю, Тюлин. Куда нам надо? Мне надо вот сюда. Давай, давай, давай. Должен долететь. Елки-палки. Зацеплюсь, нет, как думаешь? А, офигеть. Это было очень близко. Я думал, что сейчас на лед и соскользну. Потому что скользко же там. Но все-таки умудрился. Я думал, что платформа наоборот вверх куда-то поднимается. Или рядом платформа падает. Но никак не моя платформа, на которой я стою. Вот это я сейчас чуть-чуть не облавкошился. По полной. Я бы сейчас в самый низ улетел. И было бы очень обидно. Ну вот, я снова добрался до этого места. И ты посмотри сюда. Мостик целый. Так, включаем нитр. Опа. Ты смотри, что творится. Смотри, что происходит. А он сюда обратно-то вернется, нет? Или все, они с концами... Ага, побежал ко мне. Негодяй. Я чуть не сдох из-за тебя. Рогач. Все, я пожрал. Ледяных грибов. Которых тут набрал. И знаешь, что думаю, что... Да. Ядра блока-рушитель уже почти сломался. Надо было какое-нибудь другое оружие использовать. А это что? Что там за рог? Надо, короче, туда слетать бы. Посмотреть, что это такое. А, это не рог. Это сосулья развернутая. Все, так неинтересно тогда. Привет, привет. У тебя копье. Минус копье. У тебя бомба. Блин, блин, блин. Убегай, она сейчас взорвется. Готов? Нет, не готов. А, ну сейчас точно будет готов. Тюля, но пристрелил почти. У тебя тоже бомба. Ёлки-палки. Она активировалась. Надо щемиться. Она сейчас взорвется. Нормально так. Тюля, давай, внеси его. Неси, меси, меси. Чутка осталась. Сейчас я к тебе тоже подойду. Помогу тебе. А, блин, да ударь ты его. Так, хотя бы тоже пойдем. Беги. Я сдох. И поглотила меня зима. Я прям в снег урылся. Да. Это было... Неописуемо прекрасно. Ладно. Опа. Блин, и что это было вообще? Что за нелепость? Это реально нелепость. Бомба, бомба, бомба. Выпрыгиваем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай грибочки. Нет, да. Скорость давай еще. Вот грибную скорость. И еще грибочки. Вот, отлично, нажались. Да елки-палки. Еще бомба. Еще бомба пришла. Да что ты будешь делать? Беги, Линк. Давай, жопу поднима. Да. Это сложно. Особо... С этими бомбами особенно. Ну все. Всех размотали. Вроде бы. В этот раз всех. Фух. Пожалуй, оставлю я вот это вот сердце-дубину. И возьму вот это вот. Голем от пику. Короче, тут у нас бомбочки есть. Но бомбочки я цеплять к оружию не буду. Как-то это все... Они могут против меня сыграть. Давай сломаем вот эту штуку. Посмотрим, куда я нафиг улечу. Ага. Хорошо, что не самый низкий. О, отлично, сундук. Большой энергозонар. Лучше бы стрелы попались. Это честное слово. Хотя энергозонар подарит мне большое количество энергии. Ну, батареек, то есть. Так что тут... Шиш поймешь. Вижу воздушный шар. Да их несколько тут раскидали. Я догадываюсь, куда... Я уже вот возле этого вихря. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Значит, есть у меня идея. Мы сейчас, знаешь, тройной воздушный шар замутим. То есть я сейчас воздушный шар на еще один воздушный шар. И так еще на один воздушный шар. И вообще мы полетим высоко, наверное. А, капец. Там как будто полочки из магазина. Слушай, левее. Сейчас я тебе покажу. А что, воздушный шар на воздушный шар? Да уж. Вот, смотри, полочки. Тут типа, заходи, бери, что хочешь. Вон. Мне, пожалуйста, вон с верхней полочки. Вот это вот. Вот это вот я хочу взять. И вот сюда прикрепить. Вот так. Ну и все, полетели, че. Сейчас я ударю чем-нибудь другим. Let's go. С батареечками сложновато, мальца. Придется сейчас подзаправить нашу батарейку. Где энергозонар, который я только что достал? Вот. Большой энергозонар. Это, конечно, будет мощно. Но ладно. Используем его. О, отлично. Все, погнали. То есть у меня тут... Батарейка в батарейке получилась. Сейчас вот эта верхняя батарейка израсходуется. И потом внутренняя батарейка будет расходоваться. А мы уже взлетели довольно высоко. И можем лететь еще выше. Но надо ли оно нам? Я так подумал, вот если бы я сделал вентилятор, то мы бы вообще хорошо летели на самом-то деле. Так. Ну вот я взлетел высоко-высоко. И летим, наверное, еще высоко-высоко. Потому что мне бы вон туда, к той вышке попасть бы. Ой, тут холодно. Надо что-нибудь сожрать от холода, слушай. У меня тут как раз есть несколько блюд. Острые грибы с солью на 6 минут. Нормально должно быть. Идим и летим. Идим и летим. Все, я походу в вихрь взлетел, слушай. Батарейки сели и полетели. Меня сдувает прям конкретно. Офигеть, как сдувает. Я лечу и смотрю вниз в надежде на то, что там увижу где-нибудь сундуки. Но нет. Я не понимаю, зачем здесь вот этот вот элемент летает в облаках. А потому что там сундук, смотри-ка. Поэтому здесь и летает обломок. Ну и хорошо. Откроем его. Часовая бомба. Да пять штук еще. Видимо, они мне сейчас пригодятся. Там наверху в вихрь и босс будет какой-то. Скорее всего. Что ж, посмотрим. А теперь я с полной скоростью лечу вниз. Хопа. У-у-у, как высоко я подлетел. К своему светилищу. Ну а дальше уже... Ага. Я еще никогда не забирался так высоко. Ветер дует довольно холодный. Мне он не страшен. А ты-то как, Линк? Смотри, не замерзни. Тебе нормально, не переживай. Все пучком. Че ты не идешь-то за мной? Побежали. Я съел перцовый гриб... Нет, не так. Перцово-грибной супчик. И все хорошо. Я прям горю изнутри. У меня прям подгорает снизу. Кахота на уме. Светилище. Вот как такое можно прочитать и не сломать язык? Скажите мне на милость. Зайти, не зайти? Нет, давай не будем заходить. А то слишком растянуто получится эта серия. А мы, к тому же, уже внутри метели. И нет, мы еще не в центре. Мы где-то сбоку, прям рядышком. Ладно. Эй! Оп! Мне теперь по кораблям надо карабкаться. Елки-палки, серия будет капец. Состоять только из одного карабкания. Сильный ветер! Но тут хоть уже становится заинтересно, знаешь, потому что тут корабли какие-то летают пиратские. Воздушные. Сейчас будет прикольно, если они начнут из пушек стрелять по мне. Это будет нечто. И вот мне интересно, это призрачные корабли? Или это просто... Изанаевские или это корабли? Вообще, что за корабли? Как бы они вроде... Из палок сделаны. Блин, вот это я не долечу, наверное, до этого корабля. Да-да-да, я не долечу до него. Давай назад, давай назад. Давай назад. Короче, они по кругу летают, слушай. А, мне, наверное, вон туда надо попасть, да? Сейчас посмотрим, полетели. Сейчас сильный ветер, как заюзаю. Пошли! Я ни черта не вижу. Ух ты, елки! Нифига себе! Просто так туда не залететь. Меня снесло. Хм, странно. А почему так? Может, именно сверху туда попасть? Давай-ка сюда. То есть, вот этот шар вихревой, это защита. Она кого-то защищает. И туда так просто мне не попасть. Мне нужно что-то сделать для этого. Этот корабль сюда летит? Сюда сделаю! Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Видимо, через верх. Мы залезем через верх, потому что вихрь, он как бы дует снизу вверх, правильно же? Вихревая вот эта вот, как завихренность. Оно снизу завихряется, и сверху как бы воронка получается. И там отверстие сверху. И по логике вещей, по физике, там можно залететь. Туда, как бы внутрь прямо этого вихря попасть. Сейчас, 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 давай вихрь. Черт успеть должен. Блин, прикинь, не догоняю. Елки-палки. А еще корабль есть у нас снизу. Офигеть, я не догоняю. Давай вот сюда приземлимся тогда. Подождем другой корабль. Оп-оп-оп. Падаем. Ой, ударился. Сильно ударился. Сейчас, так, вот корабль летит, а я хочу вон и тут корабль приземлиться. Тяжело, будет тяжело. Сейчас будет все подрасчитать. Вот так. Вот мы наверх запрыгнули. А следующий далековато, слушай. До этого я опять не долечу нафиг. Да, елки-палки. Капец, как не подрасчитаешь и все, и хана. Я понял, надо назад лететь на самом-то деле. Эти я уже не догоню. Да, эти я уже не догоню. Поэтому, когда мы летим, нам нужно лететь всегда вперед, а не назад. И тогда все получится. Так, вот корабли нас подгоняет. Подгоняет, подгоняет. Мы, значит, прыгаем. И сейчас вон туда, на те корабли летим. Вон туда. Вихрь нужен будет сейчас. И-и-и-и-и-и. Погнали. Угу. Отлично. Так, сейчас здесь потусим. Посидим. Давай вниз резко падаем. Вроде тюлин поднакопил сил. Все, назад. Да, так проще. Так намного проще. Вот, 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 вот сюда вот мне надо будет сейчас. Тюлин, готовься. Сейчас надо будет зарядить своим бихрям. Прямо мне в жопенцию. Прямо в мой щит. Наконец-то. Мы справились здесь. Это, как говорится, первый этап, а дальше еще круче. Надо еще выше взбираться. Вот он, конец воронки. Но он похожий на шар. И почему-то у меня такое предчувствие, что мы туда все равно не попадем. Он как будто там закругляется. И нифига подобного, как я ранее думал, не получится у нас. О, получилось. Я вылетел с этого бихря. И что, еще выше надо? Давай еще выше. Вон, точно все-таки. Это долбанная воронка. И через верх мы можем залететь. Сейчас посмотрим, что там, кого там. Смотри, как тут спокойно. Хорошо, солнышко светит. Вообще все видно. Опупительно. О, там шар какой-то. Прикольно. Какие-то звездные войны, елки. Ну что? Спускаемся вниз, а там реально корабль. Здоровый, огроменный корабль. Напоминающий чудище. Но это не чудище. И у него пушки есть, которые наводятся, по-моему, на меня или нет. Храм ветра. Легендарный, крылатый ковчег, о котором пели Рита. Вот это да. Вот это да. Храм ветра. Уровень первый. Ух ты. Так вот, что мы видели в облаке. Это крылатый ковчег из старой песни. Что за... Линк, теперь все ясно Вот откуда взялась метель на деревне Рита Ах да, я только что кого-то видел Странно, клянусь, тут только что кто-то был Да это Зельда была, елки-палки, ты что не узнал ее? То есть издалека ты ее увидел, а вот в упор практически не заметил Да, ситуация Ну что я тебе хочу сказать Сюжет закручивается и становится интереснее Если ты хочешь узнать, что будет дальше, особенно на этом ковчеге То скорее спускайся вниз, ставь лайкос, подписывайся, если ты еще не подписан И тогда мы точно увидим с тобой продолжение Так что до встречи, жду тебя в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok